Я фотограф, я путешественник, я творческий человек, я человек, который любит быть везде, но так, чтобы его никто не замечал. Мне нравится узнавать что-то новое, я люблю менять хобби, я люблю ходить на разные мероприятия, я сразу с выставками, с музыкальными концептами, что-то сделаю руками, то есть я человек, который такой движняковый, хаотичный, непостоянный, нестабильный в каких-то таких вещах, человек, который опаздывает всегда. Я не могу представить жизнь без внутренней свободы. Мне очень важно чувствовать себя свободным человеком, вне зависимости, работаю ли я фултайм, нахожусь ли я в отношениях, мне нужно чувствовать эту либертатю, суплетязь, как говорится. Свобода — это когда ты живешь по зубу сердца, когда ты делаешь то, что действительно тебе хочется, когда ты слышишь себя, в первую очередь, что хочется тебе. Эмоции для меня — это самое главное, и для меня самое страшное — это когда мы сдерживаем наши эмоции, когда мы неискренны сами с собой, когда мы неискренны с обществом, с родителями, с друзьями, с детьми, у кого есть дети, когда мы держим это все в себе. Мне неинтересно фотографировать людей, которые не готовы делиться этими эмоциями, но мне интересно раскрывать человека. То есть, когда мы общаемся, то есть, сам процесс съемки, когда я фотографирую — это процесс снова на разговоре. Это не так, что пришли, за 10 минут сделали 5 классных фотографий для Инстаграма и до свидания. То есть, это такой долгий процесс, где я общаюсь с людьми, где я пытаюсь найти их какую-то изюминку, что-то, что для них важно, чтобы они об этом рассказывали, а в процессе я уже делаю фотографии. Это люди, которые в первую очередь не боятся быть собой, то есть, это не люди, которые хотят фотографии для Инстаграма, это не люди, которые хотят, чтобы ехать фотошопировать, это не люди, которые пытаются быть кем-то другим, а не собой. То есть, допустим, они хотят на своих социальных сетях показать какую-то лакшери жизнь или вот что они вот такие, а они на самом деле являются вообще другими. У меня камера, я не знаю, либо в ней встроили какой-то датчик детектора лужей, но я чувствую, когда люди врут. И когда, допустим, я делаю семейные фотосессии, то большой кайф фотографировать пару, которые действительно находятся в гармонии друг с другом, и там основа, фундамент этих отношений, действительно любовь, чувство, уважение. Бывает такое, что семья заказала фотосессию, опять же, ради того, чтобы показать кому-то другому через социальные сети, какой у них лайфстайл. И я начинаю фотографировать игру, а может быть, ну, как бы вы будете коммуницировать между собой, там не знаю, возьмите за руки, то есть пообщайтесь. И они как бы берутся за руки, и я понимаю, что они вообще это не делают в жизни. И они вообще как будто бы живут на разных планетах, но вот сейчас они играют роль мужа и жены, которые очень счастливы. Я не знаю, как фотографировать, то есть как показать любовь, где ее нет, или как показать счастье, где их нет. Очень долгое время стремилась к этому счастью, константному, что вот сейчас еще чуть-чуть, и я буду счастлива всегда, постоянно. И сейчас для меня доходит реальность, что счастье – это не постоянная вещь. То есть гармония, возможно, это постоянная вещь, баланс со своим внутренним миром и с внешним миром – это постоянная вещь. А счастье – это вот такая вот штука, которая 5 минут ты можешь быть счастлив, а потом у тебя опять такой спад, и там опять, да-да. Я живу в Молдовье, и у меня есть опыт жизни за границей, и я понимаю, что окей, возможно, я буду ездить по плохим дорогам, возможно, я отказываюсь от очень многих, скажем так, льгот человеческих, но мне тут душевно, спокойно. У меня тут, да, у меня тут, это мой дом, и я также тут могу развиваться, заниматься любимым делом, которое меня обеспечивает. Тут мои друзья, нам всегда есть, что делать, то есть я когда слышу, что в Кишинее величие войдет, они говорят, вы просто скучные люди.